Учеными доказано, северная ходьба или как еще ее называют скандинавская ходьба – один из лучших методов кардиореабилитации. Ею могут заниматься даже те, кто со спортом всегда был на «вы». Достаточно желания и специальных палок. Для того, чтобы сердце было здоровым, чтобы оно было сильным, нужна физическая нагрузка. Не каждая физическая нагрузка может подойти для того, чтобы тренировать сердце. Как правило, это аэробные нагрузки, как правило, это циклические виды спорта. Это такие виды спорта, как бег, как плавание, как велосипед, как лыжи. Согласитесь, что эти виды спорта далеко не всем доступны людям, которые живут в мегаполисах. Поэтому этот вид спорта и набирает популярность. Около года назад в Московской области даже была создана Федерация Северной Ходьбы, в которой уже более 50 участников. Не отстает от тенденции и Ленинский округ. Ленинский район нам уже давно знаком, потому что в апреле этого года Дмитрий Ерохин установил здесь рекорд в горках. Это было очень массовое мероприятие и такое значимое для Северной Ходьбы. Неудивительно, что Всемирный день сердца в муниципалитете решили отметить именно так, собрав людей на мастер-класс, который состоялся возле Бутовской амбулатории. Не только набирает популярность среди пожилого населения, но и среди молодого населения. А мы все прекрасно знаем, что сегодня сердечно-сосудистые заболевания, к сожалению, молодеют. Поэтому мы решили, чтобы наше население, Булатниковского поселения, вообще города видное, нашего района, было самым здоровым, самым крепким, чтобы они радовались полноценной и радостной жизни. А для этого нужно думать о своем здоровье. Конечно, сегодня, помимо таких новых профилактических методов лечения сердечно-сосудистых заболеваний, на территории Ленинского округа используются и более классические технологии, которые также не стоят на месте. Гордость муниципалитета – кардиологическое отделение Видновской районной клинической больницы, оснащенное современным оборудованием. Хотелось бы, чтобы у жителей нашего района было максимум возможностей для получения высококвалифицированной и высокотехнологичной помощи. Что нам может дать, конечно же, наличие ангиографа. Наличие этого аппарата – это целая структура, то есть это создание районного сосудистого центра. Что позволило бы лечить даже самых тяжелых больных, не переводя их в другие муниципалитеты Московской области, далеко от дома и родных. Юлия Погосян, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. ВиднетВ.